Я всегда тяготел к тому, чтобы делать что-то более крупное. Мои интересы лежали далеко за пределами ювелирного дела. Я стал просто высматривать каким-нибудь интересным предметом. Лучшие линии электропередачи, какие-то канистры, баки, кастрюли, начиная от этого и заканчивая банками из-под газировки. Форма, фруктура, цвет. Здорово, что получилось найти какие-то интересные вещи там, где есть место только тому, что уже, казалось бы, не нужно. Мой проект появился, когда я заканчивала британскую высшую школу дизайна. Это был результат размышлений на тему, как изменить сознание людей по отношению к сортировке мусора. И все это пошло потом просто как по накатам, и не могла остановиться. Весь мир пластиковый стал для меня. Меня вдохновил сам материал, потому что он тонкий, он прочный, и он очень цветной, его хочется нанести разными слоями. Он получается очень гибкий в использовании. Очень интересно исследовать, как пакеты с разной историей накладываются друг на друга. И пакет, который ты видел с самого детства, сверху накладывается твоим недавним путешествием. И маленькая прослойка какого-нибудь модного магазина. Получается, что это такая вот рефлексия на твою жизнь. Все, что ни на есть вокруг, конечно же, это часть природы. Другое дело, что именно эти материалы мне ближе, я чувствую себя на своем месте, когда работаю с ними. Вот момент соприкосновения личного, это просто необходимо. В этом есть что-то предельно простое и ясное. Работать своими руками мне привило желание еще моя бабушка в детстве. Вообще, мне кажется, что для детей и для взрослых именно уметь что-то взять руками, это прям база. То, с чего нужно начать. Мое производство очень простое. Сначала мне приносят пакеты. Я смотрю на их цвета, смотрю на сочетаемость. Их крошу, иногда режу, иногда просто выкладываю. Плавляю либо утюгом, либо термопрессом. Краю, шью, все. Везде можно найти что-то прекрасное, потому что все творение, без исключения, прекрасно. Я думаю, что это нормальное, естественное, какое-то коренное состояние человека, бережное, любовное. Так быть и должно. Мне кажется, что мусор может быть красивым, если как раз подходить к этому кропотливо и с какой-то щебетильной внимательностью. Потому что мусор, да, это мусор, но к нему надо также внимательно отнестись, как к пустому белому листу бумаги, например. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok